Здравствуйте, меня зовут Александр Кашапов. Сегодня посвятим нашу программу парадокс иммиграции. Возможной, конечно же, возможной, гипотетической, теоретической. Дело в том, что почти все граждане России, как, наверное, и все граждане других любых стран, периодически задумываются о том, чтобы переехать навсегда из своей страны. Тем не менее, что касается России, кризис сделал многие страны непривлекательными для иммиграции. В одних государствах ужесточились визовые законы, в других выросла безработица. Те, кому все же удается пройти через визовые барьеры и устроиться на работу, рассказывают о высоких налогах и стоимости жизни, которые нивелируют большинство плюсов жизни за границей. Кому и куда есть смысл уезжать из России, почему не стоит делать это нелегально? Обо всем этом мы будем в течение этого часа говорить. И гостем моей программы является Сергей Смирнов, директор Института социальной политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Сергей. Всем доброго дня. И Александр Новиков, гендиректор исследовательской компании «Радость понимания». Добрый день. И также мы ожидаем в течение нашей программы, что из Лондона нам дозвонится Константин Пинаев. Он известен тем, что является автором блога «Записки иммигранта». Он также еще и маркетолог. И, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос лично ко мне и к нашим экспертам по поводу того, куда бы уехать и кому мы там нужны, а главное, зачем, то, пожалуйста, позвоните по телефону 65 10 99 и 6. У меня есть несколько примеров стран и успешных примеров жизни за рубежом. У меня в России я пытаюсь вам рассказать в двух-трех словах о том, стоит ли туда ехать и на каких основаниях. Также можете написать нам на сайт странички программы «Парадоксфинам.фм». Там тоже можете либо задать свой вопрос, либо рассказать о том, кто уже вернулся и почему он это сделал, либо просто рассказать историю о том, почему он решил уехать отсюда. Ну, начнем с того, уважаемые гости, эксперты, радиослушатели, о том, что практически все задумываются рано или поздно, от мала до велика, что неплохо было бы уехать. Однако, как говорят почти все исследовательские документы, что от намерений, от декларации намерений непосредственно к сбору чемоданов и документов переходят далеко немногие. Если не сказать, 90% из тех, кто хотел бы уехать, собираются, не собираются это делать, то есть не занимаются этим практически. Даже не узнают варианты, какие документы собрать для той или иной страны, не говоря уже о том, чтобы изучить рынок, изучить предложения по бизнесу, ниши заняты, какие не заняты, вообще нужным ли мы там. Вот. Я так понимаю, ну, по вашим данным, я накопал, что 90% из тех, кто собирается уехать, все-таки не занимаются сборами. Как вот... Да, это похоже на правду. Я не могу оперировать цифрами, но, как правило, когда люди декларируют такое намерение, достаточно просто спросить, что вы делаете для того, чтобы оно было реализовано. Как правило, я вообще не встречал людей, хотя я знаю тех, которые уехали, мои коллеги сейчас живут в Англии, я таких знаю лично людей, но если говорить об исследовательской практике, то, как правило, за этим намерением не стоит никаких действий, и люди говорят эту фразу, которую мы все знаем, но за ней не следует никаких действий. Это чаще всего, что мы видим. Как правило, это декларация намерений. Я соглашусь с вами полностью, Александр, в данном случае, если можно, я бы хотел привести кое-какие данные статистические, вполне официальные, это данные пограничной службы нашей. Вот есть статистика выездов российских граждан за рубежи нашей Родины. В первую очередь, конечно, туризм, деловые поездки, все понятно. Но есть такая графа ПМЖ, переезд на постоянное место жительства. Ну вот последние данные, которыми я располагаю, это данные за 2011 год. И вот когда говорят, что 90% россиян хотят уехать, 70% студентов хотят уехать и так далее, конкретная цифра, переезд на постоянное место жительства, немногим более 6 тысяч человек. То есть это какая-то тысячная процента. Это да, это вообще на самом деле какие-то статистически малозначимые явления. Вы сейчас имеете в виду 2013 год? Я имею в виду 2011 год. Но я не думаю, не было революционных сдвигов никаких за это время. За исключением, может быть, где-то политики, обстановки в России и так далее. Но вот конкретных сдвигов не было с точки зрения какого-то потока. Куда едут, вот опять вы уже, Александр, отчасти отвечаю на ваш вопрос. Опять же, бесстрастные цифры говорят, что наши граждане, 4 тысячи из этих 6-ти, едут в страны дальнего зарубежья, ну, казалось бы, которые по уровню экономического развития выше. То есть есть вот это, как говорится, маятниковый какой-то, если хотите, эффект, да, гравитация какая-то, которая притягивает нас туда. И 2 тысячи уезжают в страны СНГ, в первую очередь Украина. Это, понятно, достаточно специфический сюжет. А из стран-лидеров, куда переезжают, опять же, это не эмиграция в Израиль, там, 90-х годов, когда были открыты. И даже в 80-х, когда, да, после встреч всех этих. И даже в 70-х, когда тоже, в общем-то, Леонид Ильич, наш Брежнев, да, он немножечко открыл. Такая трещина в железном занавесе. Трещинка, да, появилась, которая потом расширилась. А сейчас занавеса-то нет, да, и поэтому трещинки нет. И едут в первую очередь, вот опять же, это конкретно, 11-й год, это Финляндия, немногим более тысячи человек, Германия, около 800, и дальше уже гораздо меньше, по 200 человек, по 250, Соединенные Штаты, Израиль. Поэтому, ну вот, как говорится, цифры подтверждают, Александр, и ваш Александр, точку зрения. Есть еще одна очень важная сторона. Дело в том, что, когда мы слышим, я не люблю эту фразу, просто пора валить, но она часто звучит, чаще всего, это просто индикация, вообще, недовольства, чем угодно. И это одна из форм выражения, недовольства, и, ну, мы можем поговорить, что это означает, но это не определение намерения и план конкретных действий. Чаще всего... Аффект? Аффект, ну, даже не аффект, это форма выражать свое недовольство чем-то. А вот дорожной карты нету. Вы же помните, в 90-е и 80-е годы, ну, 80-е особенно, когда не очень-то поощрялась эмиграция, то в кругу выезжающих, я видел эти, просто много друзей, которые хотели уехать тогда, да, вот, ходила вот эта памятка, вот как действовать, да, куда обратиться, кому сколько давать, да, и так далее, и тому подобное. А сейчас просто, опять же, поднял статистические данные, первая волна эмигрантов не любит вторую волну, вторая волна эмигрантов не любит третью волну. Это вот такая вот у нас национальная, что ли, черта. Мы не объединяемся с рубежом в диаспоре, как делают многие другие народности, а стараемся все-таки обособиться и не очень приветствуем вот эти вот настроения наших же соотечественников, которые собираются приехать после нас. Ну, вот как доктор экономических наук, я скажу, почему. Потому что это борьба за ресурсы, согласитесь. Ресурсы ограничены, и все те же самые социальные пособия, вновь прибывшим, они уменьшают бюджет проекта, которые на ранее прибывших. У нас есть минутка одна, мы примем звонок, потом уйдем на новости и продолжим обязательно. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Я надеюсь, мы за минутку уложимся. Пожалуйста. Да, я буквально очень коротко. Вот мне бы интересно мнение экспертов относительно того, что очень большое количество сейчас людей находится с видами на жительство, и это нигде не учится, потому что нам нет необходимости извещать об этом. Огромное количество детей, которые учатся, например, в Швейцарии после пяти лет они приравнивают и получают вид на жительство и другие сотрудничества. То есть они не учитываются? Я понял ваш вопрос, вашу ситуацию. Спасибо большое, Дмитрий. Мы обязательно через выпуск новостей эту ситуацию обсудим. Я же, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам о нашем номере телефона 65 10 99 6. Пишите на сайт Финам.ФМ на страничку программы «Парадокс». И напоминаю, что гостем нашей программы является Сергей Смирнов, директор Института социальной политики Высшей школы экономики, и Александр Новиков, гендиректор исследовательской компании «Радость понимания». Также ждем из Лондона, на связи с Лондоном, Константина Пинаева, автор блога «Записки иммигранта». И обязательно вернемся в студию через полторы минуты. Мы продолжаем. И Александр Новиков хотел бы добавить кое-какие мысли и тезисы по поводу борьбы за ресурсов. Почему первая волна эмиграции не очень-то любит и приветствует вторую, третью и последующие волны? Это касается не только волны эмиграции. Мы почему-то считаем, что это свойство советских людей разного поколения шарахаться друг от друга. И даже сегодняшние туристы ведь очень часто пишут о том, что там было так мало русских, было такое прекрасное место, потому что своих же отечественников там не было. И это мы приписываем нам, как бывшим гражданам Советского Союза в то время, как Иван Сергеевич Тургенев, по-моему, в романе «Дым» уже писал о том, что именно русские туристы, находясь на водах, услышав речь своих соотечественников, делают вид, что не слышат, разворачиваются и уходят. Кстати, насчет Тургенева, кому жить на Руси хорошо, есть те, кто вообще не задумывается о том, чтобы уезжать отсюда? Позвольте, но это не красавчик. Ой, простите, простите. Классик зато классик, да. Еще момент по поводу ресурсов. Несмотря на такую попытку дифференциации одной волны над другой, вообще-то огромное количество наших соотечественников, которые сейчас живут там, работают и имеют бизнес целиком ориентированным и в качестве и потребителей, и аудитории, собственно, русскоговорящую часть той страны, в которой они живут. Это тоже большой бизнес. Интересно. Здесь уже такая экспансия россиян. А возвращаясь к нашему звонку, нашего уважаемого слушателя, я должен сказать, что он затронул, на мой взгляд, весьма важную тему. Это система, вот, Александр, по-моему, вы уже говорили, если нет, то я тогда скажу, это система запасных аэродромов. А разные формы этих запасных аэродромов. Правильно, вид на жительство. Вот есть такой, не массово распространенный, но все-таки, родить ребенка в другой стране, да, и получить на автомате гражданство вот таких уважаемых весьма стран. А могут не впустить? Вот увидят женщину на седьмом месте. Нет, ну, а почему можно приехать и на пятом, и на четвертом, и через две недели, извините за некоторый цинизм. А на самом деле есть еще третья форма, о которой мы не говорили, о нашей недвижимости за рубежом. Я не говорю про себя конкретно и про присутствующих, но это, насколько я понимаю, вот для того же миддл-класса, та же самая, ну, Испания подороже, но, тем не менее, Литва вполне, как говорится, вот Паланда, Прибалтика, Черногория, опять же, пока мало, Болгария, вот, ну, может быть, та же Финляндия. Да, та же Финляндия. То есть вот это некая система запасных аэродромов. Пока мы тут, а дальше, ну, вот, как говорится, как фишка ляжет. Ну, плюс инвестиции. Плюс инвестиции, конечно. Еще есть момент по поводу детей. Вообще-то система образования, и есть огромное количество проблем у нас в стране, где технически сложно получить образование в некоторых сферах. И поэтому, ну, выезд туда, это не просто бегство паническое, а, ну, желание дать своим, абсолютно рациональное желание дать своим детям нормальное образование. Чтобы потом работать с повышенной квалификацией, в том числе и в России. Как Бог даст, в том числе. То есть это, ну, немалая масса людей не исключает. Однако в момент обучения человек получает вид на жительство и такой полуэмигрант является. Да, да. У нас есть дозвонившийся по имени Максим. Добрый день. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, Максим. Ваша история или вопрос? Ну, небольшая ремарка, вопрос. Вот в свое время Алексей Толстой написал очень хорошую книжку, называется «Имигранты». На сегодня. Не вот. Это было, скажем так, чуть-чуть вкратце, ну, помнить про иммигрантов после революционных. Не вот. В том числе, как бы, небольшой фокус был сделан на иммигрантов а-ля олигархов современных нефтяных. Они были тогда и уже. бакинские нефтяные олигархи. Вот. И в связи с этим вопрос. Вот. Судьба этих людей оказалась весьма печальной. То есть, из тех людей, кто между, скажем так, февральской и октябрьской сумел спрогнозировать падение империи и вывести свои активы страны запада, ну, фактически все они разорились уже к началу 30-х годов. Вот. То есть, ни одной громкой фамилии богатой не осталось. Значит, и второй вопрос такой, ну, как бы, соответственно, вопрос с этим судьба наших соотечественников, которые думают, что вы, как бы, выведя активы за рубеж, там они смогут, скажем так, с комфортом все это дело осваивать. И небольшая история, как бы, да, в 90-е года, закончив вуз, поработав здесь, очень сильно захотел эмигрировать, мне вот, да, сделал шаги, то есть, ну, конкретно я хотел Австралия, Новая Зеландия, а потом по роду деятельности на протяжении, скажем так, 5-7 лет очень много ездил за рубеж вот, в составе сборной команды России, там, по разным видам спорта врачом работал, и понял, что, собственно говоря, смысла нет, меня чуло намыло. Спасибо вам за мнение. Да. Спасибо. Да, спасибо вам, Максим. Ну, вот мы вернулись к этой идее, о том, что взвешивая все за и против, выясняется, что пока практически не поймешь, что там за границей, не оценишь, действительно. А теоретически все уравнивается, особенно вот после кризиса. Ну, вы знаете, наш замечательный Максим, он сказал, да, олигархи-то, возможно, и не состоялись, но с точки зрения профессиональных каких-то судеб, если мы исключаем действительно там нефтепромышленников каких-то, да, то там очень много состоявшихся судеб. Возьмите то же самое искусство, да, ну, что уж тут говорить, да, возьмите того же Довлатова, блестящего, да, который, да, он здесь много чего написал, но там его талант просто расцвел. Возьмите то же самое иммигрантов первой волны, там Алексей Толстой поменялся, возьмите Игоря Северянина, его блестящие совершенно иммигрантские стихи, Сашу Черного, опять же, да, ну, можно перечислять бесконечно, да, наших замечательных товарищей. Возьмите того же Александра Саисовича Солженицына, я думаю, что здесь бы он не написал того, что он мог там написать. Поэтому это очень спорный вопрос, состоялись или не состоялись. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что все перечисленные люди все-таки это категория экстраординарных персонажей. Согласен. И в этом смысле для кого-то совершенно естественно уезжать, и это нормально, потому что есть экстраординарные люди, для которых комфортнее, например, реализовываться в Австралии, для кого-то в Америке, для кого-то в Германии. Если они уезжают, например, из Ирландии, это не становится как-то... Ну, конечно, жалко, что они уезжают из страны, но в сущности это нормальная история, когда экстраординарный человек едет туда, где есть условия для реализации. Это абсолютно нормально, но экстраординарных персонажей всегда очень мало. Конечно, хорошо, чтобы они оставались, но если они уезжают, это опять же другой процесс, который ни в коем случае нельзя перемешивать с потоком людей, желающих выезжать. И еще, мне кажется, очень важно вообще я вообще по идее акцентирую внимание на том, что делать здесь, потому что мы как бы забываем, у нас есть самодостаточное основание рассуждать, быть здесь или не быть здесь, быть или не быть только в России, потому что если мы весь наш разговор выстраиваем на том, хорошо ли там, мы неизбежно теряем самостоятельность и собственную позицию, потому что наша позиция будет всегда реакция на тамошние условия, они для всех разные. И вообще, мне кажется, было бы очень конструктивно думать и работать над тем, что нам сделать здесь. и для решений своих действий существенно конструктивно думать в этих терминах и лишь во вторую очередь полагать и рассматривать возможности там. Для кого-то совершенно очевидно это предпринимательство, есть целые сферы такие, как научные, в том числе биология, всякие нейронные вещи, которые, ну, здесь вы не сможете этим заниматься, не сможете заниматься так эффективно, как там. И совершенно понятно, что вы уедете и будете заниматься, если вы, опять же, ближе к... пресловутая утечка мозгов. ну, это вопрос уже совершенно другой и тут печальная история, к сожалению, в связи с тем, что для многих нет условий реализации здесь. Это правда. если брать примеры 70-е, волны 70-е, волны эмиграции в 70-е, 80-е и 90-е, то здесь было четко бегство и от материального бедности, и от бедности в плане моральных свобод. То сейчас что превалирует? В плане материальном, особенно в таких центральных городах и крупных городах России, ну, вполне сопоставимо. Особенно с учетом гораздо более высоких налогов за рубежом и более высокой безработицы за рубежом. и невероятная конкуренция, которые здесь вообще не знают, что такое конкуренция. А в плане моральных свобод, но там тоже есть свои примочки, там тоже нельзя кое-что говорить, что можно здесь. Пусть, да, здесь нельзя что-то делать и говорить, что можно там. Вот такой вопрос, что больше все-таки людей толкает за границу, материальное или моральное? На самом деле, по-моему, трудно сказать. Каждый конкретный случай, все-таки эмиграция, при всем том, что я с вами, Александр, согласен, что действительно уникальных личностей не так много, а конвейер все-таки идет. И вот на самом деле, есть какие-то типовые ситуации, вы абсолютно правы, профессионально, но недостаточно финансировать или просто нет таких структур, чтобы ты мог реализоваться как ученый, исследователь естественных наук. Даже дизайнер. Даже дизайнер немножечко другой вопрос. Или дизайнер автомобиля. Согласен. Хотя с автомобилем это тоже. Ну, бог с ним, да? Потом, значит, второй вопрос, это, конечно, материальный фактор. Ты всегда сопоставляешь плюсы, доходы и потери. Обязательно. Ты это на самом деле составляешь. И третий фактор, это все-таки вот то, о чем вы говорили 70-е, 80-е, это не столько материальный фактор. Люди, уезжавшие тогда, они достаточно пристойно зарабатывали здесь. Это была некая политика, да, в советское время. Это были инженеры, которых мурыжили, там, авиры, да, они выпускали, у них там формы допуска и так далее. С гуманитарной интеллигенцией было попроще, но все равно, да, вот. И всегда, все равно, правительство ставило перед тобой. Вот ты получил здесь образование, если кто помнит про это, да, вот иммигранты той волны, они прекрасно помнят, что если ты получал здесь высшее образование, то ты должен был заплатить за него. Большое вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Мы вернемся через полторы минуты. Новости на Финам.фм. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем. Наша тема посвящена возможному выезду из России на постоянное место жительства. Гостем нашей программы является директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов и гендиректор исследовательской компании «Радость понимания» Александр Новиков. Есть несколько примеров, почему люди уезжают. Они вечные. Первый пример это инвестиционный заработок. Второй пример это, ну так получилось, роман с иностранцем или с иностранкой «Замужество, брак». И третий пример это просто невозможность находиться в стране по каким-то моральным соображениям абсолютно разным. И такой момент, как, знаете, вот слишком нелепо тратить всю жизнь на одну страну. Вот мне все устраивает. Я люблю Россию, скажем так, или потенциальный мигрант любит Россию. Ну вот он прожил уже 30 лет здесь. Оставшиеся 30 хочет прожить в другой стране. А в остальном все его устраивает. И он, собственно, не горит желанием заработать большие деньги. И, кстати, у нас на прямой связи из Лондона Константин Пинаев. Это автор блога «Записки мигранта». Константин, здравствуйте. Как нас слышно? Здравствуйте. Хорошо, что вас слышно? Константин, у меня сразу вопрос к вам в лоб. Вот хочу уехать. Что делать? Вот мне сейчас в России находиться? Я бы сказал понять сначала, почему. Так, если не сейчас, то когда? Потому что, мне кажется, сейчас очень многие пытаются так от тараканов в голове избавиться. Извините, я сразу так это... Ну, хорошо. Я прожил 30... Это сейчас такая игра, знаете, кто кого переэмигрирует на фалах. На самом деле, ну, проблема-то не в том, что надо уехать, а в том, что от проблем хочется уйти. А мне... Меня все устраивает и заработок, и политическая обстановка в стране. Я просто считаю, что 34 жизни... 34 года, которые я прожил в России, слишком достаточно для этой страны. Хочу вот в другой стране жить, в частности, в Великобритании. Вот так, как вы, вот из Лондона. Опять же, в Британии сейчас очень сложно переехать, просто потому, что у нас сейчас у власти консерваторы, и они очень сильно затянули гаечки. Поэтому я бы сказал, если в Британии то самый реальный способ поехать, это, наверное, только учеба сейчас. Ну, или найти себе жену или мужа, соответственно. А вот так вот, чтобы переехать, работать, это разве что внутри компании перевестись в какой-то международный. Все остальные способы практически сейчас закрыли. Поэтому Британия такая немножко закрытая страна сейчас в этом плане. Ну, и перенаселенная. И перенаселенная мигрантами. Вот вы, как автор блога «Записки эмигранта», я уверен, что вы сталкиваетесь с различными мнениями, не только по Великобритании. Я продолжаю отставить свое желание уехать из России. Тогда какие страны, может быть, вы посоветуете? Ну, мне кажется, все-таки англоязычные это довольно хороший вариант. Даже Австралия, по-моему, сейчас более или менее открытая. Канада, США, ну, чуть проще в Великобритании, я бы сказал. Хотя Канада, ну, как и Австралия, США, они все-таки далековато. Я сразу говорю, в Британии чем хорошо, тем, что всего 4 часа в разнице у нас, 3 часа даже летом, поэтому с Россией можно остаться в контакте, как бы, и нормально будет. США и Австралии все-таки очень далеко, поэтому контакт с Россией теряется полностью, и это немножко обидно, конечно. Но даже вот, если, как вы сказали, 34 года прожить в стране, полностью прерывать связь с этой страной, это все-таки неправильно. Ну, благодаря интернету и соцсетям невозможно прерывать. Смотря откуда далеко, вот, Константин, извините, вклинюсь, смотря откуда уезжать. Если с Дальнего Востока, то, по-моему, вполне близко. Вполне, да. Да, я, пардон, все в Москве думаю, поэтому... Хорошо, а вот если я все-таки уехал, получил вид на жительство, что делать, помимо того, что изучай язык и изучай рынок труда? Я бы сказал интегрироваться. То есть каждый мигрант проходит какие-то свои, наверное, стадии. У меня, наверное, года 3 ушло на то, чтобы стать не британцем, так скажем, но не быть чужим здесь. То есть три года я практически вообще не общался с русскими. То есть я с женой, правда, переехал с девушкой тогда на тот момент, поэтому мне в этом плане было просто довольно. Но помимо вот этого общения я практически с русскими не общался, а наоборот интегрировался как бы в местное сообщество. мне кажется, это очень важно понять его, завести друзей новых, это все-таки не всегда просто, да, в таком возрасте. А уже дальше смотрите, как туша лежит. У меня сейчас, наверное, половина на половину общения. То есть половина русская, половина, так сказать, не русская, британская или еще какая-то мега. Скажите, пожалуйста, Константин, вот люди, когда находят зарубежного мужа или жену, как вот они живут такие пары за рубежом? Я понимаю, что, например, это неэффективный брак. Ну, сошлись, но я так понимаю, из-за разной ментальности все-таки не могут долго жить и вечно жить. Развод неизбежен, даже если это неэффективно. У меня довольно очень много друзей, у которых жена либо муж, британцы или американцы. Почему же не могут? Они себе могут. То есть все зависит от людей и от возможности, как вы сказали, и желание интегрироваться, независимо от возраста. Конечно, да. Люди, на самом деле, гораздо больше похожи, чем кажется. Поэтому везде есть посредственность в том, чтобы тебя слушали. Поэтому, если вы друг к другу подходите, язык это вообще не проблема. Отлично. Константин, вы собираетесь вернуться в Россию и доживать здесь остаток жизни? Ну, скажем, не сейчас. Нет, нет. Когда вам будет 60? Ну, я, наверное, даже когда 60 будет, даже когда 70. Мне кажется, я уже здесь сколько? Я уже 8 лет здесь и, наверное, года через 3 уже вообще не хочется. Я, конечно, возвращаюсь в Россию, там, может быть, раз в год на недельку, но мне этого хватает. У меня довольно, ну, благодаря блогу довольно тесное как бы общение с Россией, да, пусть виртуальное. Я читаю много, я слежу за новостями, мне, честно говоря, этого хватает. Понял. Я хочу поверить Костю, Костя, привет, рад знакомству в эфире. Это Александр Новиков вам машет, гендиректор исследовательской компании «Радость понимания». Вы в друзьях... Да, я понял, Александр, мы как-то даже с вами виделись уже очень давно. Очень, да, и коротко, но я вас чаще вижу в Инстаграме и Фейсбуке. Константин, и последний вопрос, известны ли вам случаи возвращения из эмиграции в Россию и почему? Да, известно, конечно. Есть друзья, которые здесь пожили, вернулись. В России все-таки сейчас поинтереснее, повеселее в профессиональном плане. То есть, смотрите, уровень профессионализма на Западе в большинстве индустрии, я бы сказал, все-таки выше, но возможностей гораздо больше в России. Экономика растет быстрее, если вы молоды, если вы в Задбор, если у вас есть как бы большой запал и вы не против вот такой быстрее, простущей экономики. Мне кажется, в России все-таки быстрее, веселее и уж точно сделать можно карьеру гораздо успешнее. Поэтому я многие знаю, кто вернулся в Россию, так скажем, с новыми силами приняться за свою карьеру. Либо IT, многие журналисты вернулись, я знаю, потому что, мне кажется, последние два, три года, такая интересная жизнь пошла для журналистов. Спасибо. Ну и да, в основном некоторые ребята из банковской сферы, опять же, просто потому, что экономика растет бешеными темпами, банковская сфера развивается, нужны социалисты и им очень хорошие условия продолжили. Спасибо большое. На счет бешеных темпов единственное возражение. Ну и Константин имел в виду низкий старт. Я понимаю. Низкий старт. Большое спасибо, Константин, удачи вам в Лондоне. На связи с Финам.фм был Константин Пинаев, маркетолог, автор блога «Записки иммигранта». Ну, мнение такое, что, это, кстати, говорит человек, который не собирается даже возвращаться умирать в Россию. Он говорит о том, что не езжайте в Великобританию, оставайтесь в России, реализуйте себя там. Напоминавшийся сегодня Довлатов, такая, помните, у него была из-за американских записок классика жанра, на самом деле. Скажите, пожалуйста, уже иммигрантский период, вы не знаете, где живет Бродский? Не, не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров. Помните, да? Замечательно. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать. Нет, ну, вот вообще, иммиграция, конечно, 90-го года, она и 80-го, она полна романтизма и полна вот этих всех экстраординарных личностей. Возвращаясь к тезисам Константина Пинаева, хочется отметить, что он все-таки здраво призывает людей уезжать из России для получения образования, для получения опыта, и так как мы еще из-за низкого старта все-таки растем больше, чем многие другие страны, и, кстати, в четверг мы собираемся об этом поговорить, 2-3% ВВП, которые мы демонстрируем ежегодно, все-таки гораздо больше, чем 1,1, 1,1, в каких-то европейских странах. Так что шансы пока есть. Ну, я бы еще обратил внимание на то, что говорил, с чего начал говорить Костя, про тараканов, потому что во фразе «пора валить» в самом языке зафиксировано 4 очень важных вещи, потому что слово «валить» — это всегда «куда-то валить», это всегда «кого валить», «на кого валить» как ответственность, и, собственно, «куда», «кого», «на кого», это всегда кто-то другой, это всегда негативное объяснение, по большому счету, освобождающее тебя о необходимости самому что-то делать, о необходимости решать, что происходит здесь и сейчас. И в этом смысле, конечно, разбирательство с собой, куда вы собираетесь валить, и зачем один из фундаментальнейших вопросов, на который нужно отвечать честно. ответ на этот вопрос предопределяет вообще всю будущую судьбу, потому что есть масса людей, в том числе и предпринимателей, которым даже сейчас имеет смысл уезжать, они уезжают либо в Юкей, либо в США, потому что там для них больше возможностей, и это нормально для любой страны. Кто-то уезжает из Германии туда же, а кто-то уезжает из Англии к другую страну, потому что то, что он может делать и то, что он может предпринять, эффективнее реализовать в другом месте. И все в итоге упирается, собственно, куда валить. Не куда валить, а зачем отсюда уезжать. Это самый главный вопрос. Не валить, а куда, а зачем отсюда. То есть этим нужно озаботиться, ответом на этот вопрос нужно озаботиться не меньше, чем изучением рынка труда, возможностей, ресурсов. Это самый важный вопрос, и вообще-то говоря, ответ на него, можно получить, не привлекая никакой информации о внешних рынках и возможностях, потому что это целиком твоя жизнь. Ты должен задать себе вопросы. Вы абсолютно правы, Александр. Зачем? Сергей, вот ваш коллега из высшей школы экономики, господин Гуреев. Вот его ситуация. Ну нет, это российская экономическая школа, господин Гуреев. Ну я имел в виду ваш коллега экономист. Ну Алексашенко, опять же Сергей. Да, вот эти вот два примера экономисты, довольно-таки известные, авторитетные, сильные, реализовавшиеся. Нет, ну благовидные вполне предлоги, да, как говорится, но мне кажется, что основное здесь, я не уверен, что они хотели отсюда вот и в первую очередь вот валить, да, вот мне кажется, что здесь просто чисто, ну вот, как говорится, неадекватные действия некоторых наших власть придержащих, да. Мне кажется, что только это, потому что, ну вот эти коллеги, они блестящие совершенно экономисты, но есть разные точки зрения, ну вот коллега Кричевский немножечко по-другому оценивает эту ситуацию, но тем не менее, мне кажется, здесь сугубо политические факторы и обманывать себя не надо. То есть то, что они экономисты, это не говорит о том, что они посмотрели вперед на развитие страны и поняли, что Россия, это безнадежно. Нет, вот таких, при всей их критике существующей и ситуации в экономике, в общественной сфере и так далее, они, насколько я знаю, никогда не планировали отсюда вот тем более валить. А вот вообще какие настроения сейчас в умственной среде? Вы знаете, очень разные ситуации, очень дифференцируется, да, потому что, ну вот не скажу за все вузы, да, но вот есть такие вузы, которые действительно, и вот просто радуешься, когда глядишь на студентов, да, потому что это уже другое поколение, которое владеет абсолютно всем, абсолютно, как говорится, нам бы, да, вот у Евтушенко, у нас сегодня какой-то литературный, завидую я, но этому не открывал я раньше никому, я знаю, что живет мальчишка где-то, и в общем, я завидую ему, да, а завидую именно потому, что у них немножечко другая база, поэтому ситуации очень разные. Мы прервемся на выпуск новостей, вернемся через полторы минуты, ну а вы, уважаемые радиослушатели, еще успеете позвонить в оставшуюся четверть программы. Мы продолжаем, мы не будем терять время, принимаем звонок. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире. Добрый день, вы знаете, я хотел бы как бы свое мнение озвучить. Да, пожалуйста. По поводу, почему люди выезжают. На мой взгляд, самая главная причина, это то, что молодежь сейчас, ну, в каком-то интеллектуальном плане, немножко повыше подготовлена, и она хочет дальше расти, а здесь роста у нее просто нет. Почему? Потому что вырасти выше какого-то определенного уровня она не может, потому что все по блатному распределено, это первое. Может быть, и по регионам? Нет, 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 нет. Это вот просто там все верхушка уже забита своими, там дети подрастают, там племянники, там прочее, там они не работают, деньги бешеные получают, и там люди видят, не прорваться, коррупция, все, это очень видно, люди просто тошнят их. Понятно. А второй вариант, вот по поводу первой, вторая, третьей волны, я могу сказать следующее, ваш великий доктор экономических наук, он, конечно, резко ошибается, если так можно говорить-то. Дело в том, что в России тотальный хан. Когда люди приезжают, интегрируются, вот как этот парень из Англии, то они начинают совсем по-другому себя вести, законы соблюдать, уважительно относиться друг к другу, понимать, в конце концов, смысл жизни, радоваться ей. Здесь я с вами 100% согласен, на 100%. А вторая волна приезжает, она уже хамство опять от нее прет, и первая волна от нее шарахается. Вот если, допустим, люди приезжают, ну где-то там, вот, ну немцы, допустим, да, у них вот, ну нет, как бы, хамство для друг друга. И они молниеносно организовываются в группы. Это очень видно и просматривается. И потом, все-таки вы правильно еще заявили в беседе, что уровень образования, именно высшего, как раньше говорили, а не верхнего, массового явления у нас, которое было. Там все-таки образование, если человек учится как-то, ну там разные формы, можно прерваться, потом опять поучиться, опять подрасти. Там, если ты хочешь, удобно, да, там удобно, там не надо взятки давать. Там все-таки, если ты хочешь работать, можно найти работу и можно зарабатывать достойно. А стоимость жизни, как ни странно, там дешевле, чем у нас. А комфорт, комфорт, там комфорт, понимаете, там комфорт. Здесь нет комфорта. Даже человек зарабатывает деньги, комфорта нет. Если так можно выразиться, помните, как Меншов сказал, надо менять народ в одном из фильмов, да? Что невозможно. Владимир, вы собираетесь уже куда-то уезжать? Я так понимаю, вы уже собираете чемодан? Я жил, я жил, я жил, и я уехал оттуда в Россию, потому что, знаете... Откуда? Мне в Россию... Ну, это не важно, в Скандинавии. В России мне комфортно, это раз, и я не подготовлен там жить чисто в профессиональном плане, в плане в пирочек языка. И я просто знаю, мне нравится все, все нравится. Но жить-то не хочу. У меня даже там жилье было. Владимир, сколько вам лет? Последний вопрос. Ну, мне много лет, да, к сожалению. Вы такой секретник. Спасибо вам большое за звонок, за ваше мнение, несмотря на то, что... До свидания. Я признателен за критику, да, но, по-моему, особо... Я не понял, почему меня критиковали. Насчет стоимости жизни. Владимир противоречил себе. Маленькую-маленькую ремарочку. Вот насчет стоимости жизни, да. Тут замечательный российский автожурнал, сошлюсь на источник за рулем, да. Вот. Неглянцевый, замечательный, содержательный. Я опубликовал только что данные о том, сколько километров можно проехать на одну тысячу рублей на такси. Вот. Ну, понятно, там в Пекине 216 километров, где-то там в Индии 64 и так далее. В Москве пристойные весьма 47,6 километра. Самый дорогой город Цюрих, где вы можете проехать всего-навсего 6 с небольшим километров на эту тысячу рублей. Поэтому насчет стоимости жизни, вы меня извините, далеко не все так плохо для Москвы, да. По сферам. Если ты кушаешь три раза в день или четыре раза в день в ресторанах, то, естественно, тебе будет проживание обходиться дорого. Если ты идешь даже на учебу и все в контейнеры. Кто же там кушает три раза в день в ресторанах? Покажите мне таких людей. Туристы. Туристы. Руссо причем. Есть такой момент по поводу стоимости такси. Я вспомнил ситуацию в Токио. Оно настолько дорогое, что менеджеры компаний берут капсульные отели возле работы, чтобы, если, например, задерживаться на работе после полуночи, чтобы не брать такси и выезжать за город. Настолько оно дорогое. А машин, например, лично нет. Потому что в Токио там, как у нас в Москве, скоро будет, все будет ограничено с парковками в центре. По поводу зарплат. Уважаемые гости, вы можете меня корректировать либо комментировать. есть один ресурс в интернете. Позже я назову его, как он пишется и как его можно найти. Зарплаты в час работе в долларах. В России это всего лишь 21 доллар. Самая большая зарплата в Норвегии, кстати. 83 доллара в час. Но там тяжело устроиться на работу. Поэтому мы приблизительно ищем золотую середину. Золотая середина у нас находится, как ни странно, в США 60 долларов в час. Ну, а ниже, чем в России, платят в Чили 20 долларов в час и в Мексике 17 долларов в час. Неудивительно, что Мексика вся пытается эмигрировать через границу. В Техас перебежала и тут же забегаловка устроила, чтобы хотя бы среднюю получать. В Израиле 33 долларов в час. В Турции даже больше, чем в России 28 долларов в час. В Португалии 32 долларов в час. Ирландия 67 долларов в час. Дания, Франция, Германия, Нидерланды около 55 долларов в час. Вот такие привлекательные суммы по, кстати, скандинавским странам. 21 доллар в России при средней заработной плате около 20 тысяч рублей. Я как-то с большим трудом себе представляю. И, по-моему, цифра весьма завышена. Ну и средняя. Да, да, да. Вот, к сожалению, это так. И кроме того, вот эти цифры, вот Норвегию недаром упомянули, мы в этом году просто сделали проект по развитию туризма на архипелаге Шпицберген, цены в Норвегии маленькими не покажутся. Это действительно... То есть всегда нужно эту зарплату соотносить с расходами, с потребительской корзиной, сколько это стоит. Вот, это отличная мысль, которую вы сейчас озвучили. Перед тем, как бежать и проситься взять в Норвегию, обязательно нужно изучить уровень жизни, обязательно нужно изучить уровень цен, стоимость жилья, потребности. Возможно, тебе придется, чтобы радоваться этим зарплатам. И обратить внимание на системы социальной поддержки иммигрантов, которые приезжают. На что они могут претендовать? В разных странах очень разная политика к этому вопросу. И я правильно понимаю, что с каждым годом, особенно с кризисом, особенно с заполонившими многие страны мигрантами, политика ужесточается? Ну, возможно, за исключением Израиля, наверное, где немножко другие мотивы. Но Александр... Ну, я как раз не специалист по праву, тем более зарубежному, но я хочу поддержать, кстати, мысль человека, который звонил по поводу народа нужно менять. Нам, конечно же, нужно меняться. Никто нас не сменит, кроме... Если мы сами это не захотим. И в свое время Александр Пятигорский очень прекрасно сказал, что то, что случится с нацией, это будет интегралом того, что каждый из нас возьмет на себя. И вот как это уравняется, это будет по уровню наших душ. И в этом смысле, конечно, мы должны это делать. И опять же, возвращаясь к вопросу к себе, на него можно отвечать вообще не озираясь на то, что происходит в других странах. Это нужно отвечать... И то, что даже происходит в твоей собственной стране, Александр. Да, в своей собственной стране и жизни, да. Уважаемые гости, вопрос с сайта. Вижу, как разваливается медицина и образование. Имеет ли смысл валить в целях вырастить здорового ребенка с хорошим образованием и крепкой психикой? Ну, крепкая психика обеспечится прежде всего крепкой и любящей семьей. Вполне образованной, обеспеченной, которая любит ребенка. Это главный механизм формирования нормальной психики. Не нужно валить на такое широкое окружение. Образование тоже очень разное в этой стране. С медициной, конечно, проблемы очень серьезные, но это тема отдельной беседы. Не болейся. Как сказалось... Всем здоровья, слушатели. Совершенно справедливо, но как бы это часть правды. Это просто не вся правда. Вот несколько стран, которые еще не заполнены мигрантами. В Великобритании, понятно, слишком много уже. США тоже слишком много. Какие-то еще страны. Германии слишком много уже уехали. Все вычерпали, если можно так сказать. Вот наши соотечественники неплохо обустраиваются в Черногории. Финляндию мы уже обсудили. Прибалтийские страны. Ну, там скорее как вот инвестиционная миграция такая, как запасной аэродром, там очень... И гражданство ЕС, между прочим. Которое дает право по снижению еду. Конечно, если путешествовать. Конечно. Вот. Испания. Испания. Здесь опять же инвестиционная иммиграция, то есть при покупке жилья, даже при взятии в ипотеку жилья, тебе уже дают вид на жительство на год. А если ты там живешь, то продлевает его до бесконечной сроки. В Португалии, кстати, очень неплохо себя чувствуют наши иммигранты. В Австрии тоже достаточно неиспользованная ниша. Хорватия. Даже Франция. Ну и Швейцария. Швейцария, кстати, не только как известно, как отмывочная для денег, но еще и страна, как мы уже употребили, 53 доллара в час там люди зарабатывают. Тем не менее, как мы тоже это уже использовали, вот этот тезис, и об этом говорили, самые кусачие цены на все. И часы, и недвижимость, но тем не менее, одни из самых высоких зарплат. И вот еще две страны, Словения и Чехия. Ну, Словению очень тяжело найти на карте, не говоря уже о том, что найти возможности для того, чтобы там заниматься бизнесом и чем-нибудь еще. Но тем не менее, и там тоже бывшие русские живут. А в Чехии бесплатное образование, копеечный проезд, кроны, несмотря на то, что вошли в ЕС, отстояли свою валюту, дешевые товары собственного производства, начиная от автомобилей и заканчивая другой техникой и продукцией. У нас осталось 55 секунд, если вы хотите, уважаемые гости, по полминутки каждому на резюме. Если вы находите точку приложения сил, где вы можете реализоваться, там и нужно жить. И в этом смысле, если она здесь, нужно жить здесь. И использовать всевозможные ресурсы. Если это нужно делать другой страны, нужно уезжать в другую страну. Сергей. Или менять, как говорится, страну, менять те структуры, которые нас обслуживают. Ведь правильно говорил один из наших слушателей, что здесь некомфортно. в первую очередь, я думаю, основная цель это чтобы нас уважало государство, нас уважали наши же слуги. Но для этого интегрироваться бы друг с другом. И уважать друг друга. Большое спасибо. Конечно. Большое спасибо. Это была программа Парадокс. Мы сегодня обсуждали возможности иммиграции из России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!